Приветствую вас! Прочитал ваш вопрос, я... Ну, вообще, есть у меня такое ощущение, конечно, что вы выговориться хотите в основном. То есть у вас такая история, да, без какого-то чёткого вопроса, без какого-то чёткого вопроса, вы просто рассказываете, по сути, что делал историю своего брака, своих отношений. И, в общем-то, спрашиваете нас о том, могли ли вы поступить по-другому, при том, что говорите, что обсудили ситуацию со специалистом. Вот. Мне не совсем понятно, почему этот вопрос, если вы работаете со специалистом, вы не зададите ему, это было бы логично. Тем более, что специалист вас знает лучше, и вы, очевидно, доверяете ему больше. То есть здесь ситуация как бы не совсем, конечно, ясна. По поводу того, что вы могли поступить иначе. Ну, могли, конечно, поступить иначе, но тут ситуация в том, что любой человек мог поступить... Любой человек может поступить иначе в любой, в общем-то, ситуации. Да? Вот. Другое дело, что само... Сама альтернатива... Сама альтернатива... Сам... Альтернативный поступок, он становится очевидным, становится, как бы, так сказать, видимым, только... Когда... Ситуация завершается, так или иначе. Вот вы вышли... Вышли из ситуации, прошло какое-то время, вы стали думать, а могла ли я поступить иначе. А в тот момент, когда вы взорвались, ну, я думаю, что... Как бы... Вряд ли вы видели выбор именно в тот момент. Да? Вот. И получается, что на момент, когда вы взорвались, когда вы поступили единственно верным, на тот момент для вас способом, вы не сомневались, когда время прошло, чувства поулеглись, вы начали сомневаться, но вы в другом состоянии... Эм... На... Ха... 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 Сейчас, когда эмоциональное состояние поулеглось для вас, очевидно, что есть какие-то другие варианты, потому что включается разум, разум с чувствами дружит крайне редко, к сожалению, на бытовом уровне. Вот, и, соответственно, если вы сомневаетесь, вы боитесь, вы тревожитесь и так далее, вот. Это нормально, конечно же. Что я могу сказать по ситуации вашей в целом? Ну, в целом ситуация, конечно, достаточно просто характеризуется жизненным сценарием «Матушка Хабарт». Вы можете почитать про данный жизненный сценарий в интернете. Это про человека, который тащит всё на себе по сути дела, думает обо всех, кроме самого себя. Вот, понимаете, развод, как таковой вещь, не решит вашу проблему. Уход от вашего мужа вашу проблему тоже не решит. Потому что муж прав в том, когда говорит, что они такие с мамой, какие есть. Это действительно так, они такие, какие они есть, это правда. Это взрослые сформировавшиеся люди, которые не хотят меняться. Хабарт их всё устраивает. И они под свой характер, они под свою линию интересов ищут людей других. В частности, мужчины, по указке мамы, нашел вас. И вы идеально вписываетесь в его интересы. И вы идеально отражаете то, что он хочет. И мама. Но, как, я надеюсь, вы понимаете. Дело здесь не в мужа. Дело здесь не в разводе вашем. А дело здесь исключительно в том, как вы себя позиционируете. А позиционируете вы себя, как человек с низкой самооценкой, к сожалению. Позиционируете вы себя, как человек, который стремится угождать. Позиционируете вы себя, как человек, который не привык отставить и защищать свои интересы. Позиционируете вы себя, к сожалению, как человек, который судя по всему боится одиночества. И в этом смысле, в этом ключе я могу сказать, что данные проблемы не решаются через развод. Данные проблемы решаются через психотерапию, через личностный рост, через проработку ваших внутренних конфликтов. Конечно, можно выделить такой достаточно важный, на мой взгляд, аспект, как личная ответственность. Дело в том, что долго, долго, очень долгое время вы вели себя так, как будто принимали, ну, собственно, вы и принимали своего мужа и свою свекровь. Принимали действительно как будто бы такими, какие они есть. То есть, возможно, я вас ни в коем случае не хочу обвинять, но, возможно, вы убедили людей в том, что вы действительно принимаете их такими. Такими, как и они есть. Мужа таким, как он есть. Маму его такой, какая она есть. И так далее. А потом, когда мама и муж просто показали одну из форм своей модели поведения, о которой в целом вы были в курсе. Вы не могли не знать, как относится к вам его мана, и вы не могли не знать, что подружиться с ней с ней у вас не получится. Ну, не могли бы вы этого не знать. Я не думаю, что вы настолько наивный человек. Ну, так вот. Вы взорвались. И вот факт вашего взрыва говорит о том, что вы не отвечаете за выбор своей модели поведения. Вы не отвечаете за свои решения и за то, какими людьми вы себя окружаете. Вот, к сожалению, ни за что. Из-за этого вы не отвечаете. И в этом большая проблема. Сейчас я вам, значит, расскажу, в чем я сделал, но сначала хочу сказать, что глобально это ориентир на других людей, на семью, на ребенка и так далее. А не на себя, на собственную реализацию. Да вы работаете, да вы обеспечиваете себя. Это, безусловно, вам плюс. Но простите, если вы ради ребенка готовы сохранять семью на таких дружеских номинальных позициях, ну, это значит, что здесь есть ваша собственная заинтересованность. И она, к сожалению, не может делать вас более-менее независимым партнером. То же самое я бы сказал и касательно вашего мужа, которому вы предложили пожить отдельно, прекрасно зная, что он на это не согласится. Но вам важно, чтобы человек теперь показал свою слабость. Вам это важно. Важно. Более того, не очень, как мне кажется, вы отдаете себе отсчет в том, почему вас привлекла его «крутость» в кавычках вашего мужа. Это тоже очень важный момент. Ведь это, что вас привлекло, куда не делать. Итак. Значит. Ранее я обращался к вам со своей проблемой. Мне помогли взглянуть со стороны на свою ситуацию. И как раз вчера я окончательно поставил точку в своих сомнениях. Ну, здесь, как бы сказать, это не точка в ваших сомнениях. Это эмоциональный всплеск. Эмоциональный всплеск точкой в сомнениях не является. Точкой в сомнениях является разрешение этих самых сомнений, принятие выбора, принятие ответственности за этот выбор и поведение, которое этот выбор реализовывает. Вот что является точкой в сомнениях. То, что описываете вы, точкой в сомнениях, к сожалению, не является. Это просто всплеск. Причём при том, что вы уже сомневаетесь. То есть, если вы посмотрите в конец своего текста, вы увидите, что там вы сомневаетесь в том, что называется точкой своих сомнений. Как это часто бывает? Просто вы пишите, вот только как это бывает. Сейчас я анализирую своё решение. Опять же сомневаетесь. Иначе бы не анализировало. Не нуждаюсь в профессиональной оценке, чтобы знать, может, был другой путь решения. Ну, понимаете, если вы обращались за помощью, то вы, наверное, знаете, что психологи, вообще говоря, не могут давать оценку. Потому что это неэтично с точки зрения профессионализма и, собственно, нарушения, ну, границы. По поводу того, может, был другой путь решения. Ну, другой путь решения есть всегда. Об этом я уже говорил. Замужен в третий год, есть ребёнок, у мужа второй брак. Вот первое, на что я всегда обращаю внимание, да, что между вами общего, между вами вашим мужем, что вас связывает между собой. Это важно, потому что именно объединяющие факторы есть фундамент для отношений. И, напротив, если данных факторов нет, то и отношения, скорее всего, по крайней мере, адекватные, выстрелить не получится. Все они будут, знаете, с некоторым перекосом куда-нибудь, в какую-нибудь сторону. Есть ребёнок. Какое значение имеет этот самый ребёнок для вас и вашего мужа? Какие ожидания были от ребёнка? И так далее. Тоже важный момент. У мужа пишите вы второй брак. А значит, первый брак по какой-то причине распах. А если распахся первый брак, то высокая вероятность того, что ошибки, совершённые мужем в первом браке, он повторит и во втором. И это значит, что вы недостаточно хорошо посмотрели. А какие же ошибки совершил ваш муж в первом браке? Даже не ошибки, а хотя бы просто действия. Вот какие действия совершал ваш муж в первом браке, что эти действия привели к тому по факту? Что его брак вас спас. Ну, не надо думать, что вы уникальны. Вы, конечно, уникальны. Но только у уникальности есть, к сожалению. И эта уникальность, она, к сожалению, абсолютно бессильна против жизненного сценария. А именно жизненный сценарий, что важно, именно жизненный сценарий направляет действия. Действия люди очень часто. Чтобы уникальность, уникальность человека оказывала какое-то влияние, нужно быть свободным. Он свободный, из нас далеко не все. В отношениях, можно сказать, любила я, ухаживала я, конфетного, букетного периода не было, так и на момент знакомства он ещё жил в прошлом. Что здесь происходит? По факту вы взяли на себя ответственность, как вы пишете далее. Верни на себя ответственность за своего мужа. Верни на себя инициативу во всём. В какой статии вашему мужу что-то менять и, например, жить с вами отдельно сейчас? Но, как говоря, не ясно. Зачем ли он это делать? Если он привык жить так, как привык. То есть вы своим поведением подкрепляли столько времени у мужа достаточно пассивную модель поведения, а в конце требуется от него другой модель поведения. В конце требуется от него активности, при том, что человек привык быть пассивным. Мягко говоря, это непоследовательно. Я могу понять ваши желания, я их понимаю, но боюсь, что вы в какой-то степени здесь находитесь в иллюзиях. В иллюзиях относительно того, как работает их человеческая психика и, может быть, как работают отношения в целом. Дальше. Так, любимый страдал по бывшей жене. Это значит, что отношения со своей бывшей женой у него не закончились. Это значит, что человек не воспринимал вас как отдельную личность, как отдельного партнера. Это означает, что человек воспринимал вас только в контексте своей бывшей жены. Простите, но это правда. И это значит, что для него самостоятельной фигуры вы, скорее всего, не были. Для него самостоятельной фигуры. А за счёт своей инициативности, за счёт своей активности, вы подкрепляли пассивность вашему мужу, что ещё больше вас обесценивало. Дальше идём. Я всё понимал, а по его просьбе сохранял я дружбу. И была уверена, что в любой момент могу разорвать отношения. Знаете, здесь я волей-неволей вспоминаю слова любого человека, который в той или иной степени, знаете, завис... В зависимости от человека, он тоже говорит примерно то же самое. Он говорит, ну я в любой момент могу бросить, ну я в любой момент готов отказаться от этого. В любой момент я перестану. Но... Не перестаю. Знаете, это как бы такое самоуспокоение. Я знаю, что, скорее всего, вы об этом не были в курсе. Скорее всего, вы не поверите мне сейчас. Но... Это так. В любой момент я могу разорвать отношения. Но... Не кажется ли странным здесь, что, находясь в отношениях, вы думаете, в любой момент я их могу разорвать? Откуда такая мысль возникает? То есть, в отношениях точно, что не от чего-то хорошего. Мне кажется, что в отношениях, где человек гармонично себя чувствует, он не думает о том, что в любой момент я могу их разорвать. А здесь это похоже на самоутверждение, на какое-то желание почувствовать свою силу. Дальше. Так. Значит, самое надеялось, что он отойдет от прошлого и все изменится. Ну вот... Знаете... Мне бы... Хотелось... Вас спросить. А это как? Вот, забегая чуть вперед... Забегая чуть вперед, я могу сказать вам следующее. А... Вы можете изменить свое решение. Вы можете вернуться к мужу, к мужу своему. А... Потому что вы надеетесь в нем. Потому что вы надеетесь на перемену. Вы можете это сделать. Но ни он, ни вы не изменитесь. Никто из вас не изменится. Потому что нет материалов. Меня. Это... Очень... Важный... Момент. На мой взгляд. Дальше. Так. Значит... Вот в какой стати все должно измениться? Как это работает? Как это происходит? Что человек отходит и меняется? Как это по вашим работам? Я вперед, как мы встречались и встречались... Я выполнял роль мужчины в наших отношениях. В ходе материального вопроса осознанно. Потому что изначально являлся, что жена была не такая, работа не хорошая, денег туда не хватает и так далее. Ну, я полагаю, вас не смущал тот факт, что муж раз... Эээ... Мужчина, точнее. Тогда еще мужчина. А... Сравнивает раз со своей женой. Я полагаю, что... Вас не смущал тот факт, что... Под это... Под то, что... Вот... Прослая жена была такой... Можно... Абсолютно... Все, что угодно... Абсолютно... Любую свою... Эээ... Пассивность... Можно... Оправдать... Объяснить... И так далее. Я полагаю, что вас это... Не смущал. Вот. И... В общем-то, не задевало никак. Я полагаю, вас то, что... Человек... Ммм... Ну, опять же, повторю... Не воспринимал вас... Эээ... Уникально. То есть, вот, именно... Именно... Уникально... Отдельно... От... Всего... Человек вас... Не видел. Вот. В бывшей жены сравните. Это... Пожалуйста. Легко. Дальше. Эээ... Чтобы вам было понятно, я начну с того, что я сделаю для наших отношений. Вы знаете... Эээ... Вам может показаться, что... Эээ... 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 Я... Обесцениваю... Сейчас... То, что... Вы сделали. Но... Эээ... Поверьте, это не так. Просто... Эээ... Не так важно то, что вы... То, что вы сделали. Эээ... 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 Как важно то, как вы это сделали. А сделали вы это через силу. Все это вы делали, пересиливая себя. Да. Все это вы делали... Эээ... 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 Ну... Как-то вот борясь, я так полагаю, за собой. А это немножечко уже не то. Это... Жертвенность. А жертвенность... Обесценивает... То, что вы... Делаете. Что бы вы ни сделали, если вы делаете это через жертву, то... Это не имеет значения. Не имеет какого-либо смысла. И не обладает какой-либо ценностью. Я понимаю, что возможно вам это слышать будет неприятно. Но... Я очень надеюсь, что вы здесь не за тем, чтобы слышать приятные вещи. А чтобы... Все-таки... Эээ... Разобраться в... Эээ... Ситуации. Если вы хотите разобраться, то вот... Эээ... Не имеет значения... Эээ... Что вы сделали. Имеет значение только то, как вы делали. А делали вы, мягко говоря, через силу. Если вы сделали это через силу, то, простите, никакого... ээээ... Дальше... Идем. Так... Он мне понравился сразу. Честно говоря, внешностью его сделанной крутостью работает он в органах. Именно это его, как мне тогда казалось, смущественность закрыла мои глаза на все остальное. И важно понять, как это стало возможным. Важно понять, каким образом стало возможным, что это вам закрыло глаза. Потому что я полагаю, что это все, ну вы и сам знаете, что это все не случайно. Не случайно это закрыло вас глаза. Вот только хотите ли вы в этом разобраться? Хотите ли вы для себя это поисследовать? Вот это уже интересно. Потому что, если хотите, это можно сделать, если хотите разобраться с этим. Но... эээ... может быть и другое. Может быть и такая история, что вы не хотите с этим разбираться. Вот. Тогда это уже немножечко другой момент. Аспект ситуации. Дальше. Так. По поводу того, что вас покорила его крутость. Я думаю, что на человека вы проектируете то, что хотите сами. А именно желание переложить на кого-то хоть немножечко ответственности за себя. Вам тяжело, вы слишком много нас удовлетворяете, как я думаю. И это мотивирует вас на то, чтобы в глубине души хотеть какой-то вот такой поддержки. Хотеть какой-то такой, ну может быть расслабленности. Может быть какой-то такой веселности. Вот. Но, по сути, по сути, вы ничего для этого не делаете. Фактически вы ничего не делаете. Для того, чтобы быть этой самой вещью. Потому что для этого мало, мало, я надеюсь вы согласитесь, что для этого мало. Вот просто, просто выбрать мужчину, который вот крут и так далее. Напротив, это скорее, ну в большей степени это мальчизм. Это соответственно обесценивание в какой-то степени женщины. Вот. И я так думаю, что абсолютно логично, конечно, абсолютно логичен ваш выбор у мужчины. Но оттого он не менее деструктивен, к сожалению. Дальше идем. Ну и в отношениях вы занимаете роль родителя. Поэтому, собственно, вы и конфликтуетесь с мамой. Потому что вы родители, она родители, два родителя ужиться не могут. Так. Значит. Я старался соответствовать всем его требованиям, когда встречался, когда уже пришел по жене. Ну вот видите, здесь уже, здесь тоже чувствуется некий такой, я бы сказал, перекос. Потому что, ну что значит старался соответствовать требованиям. В отношениях партнеры либо принимают друг друга, либо нет. Принятие либо безусловно, либо не. Либо принятие условно. Но это принятие условно, это уже не совсем, я бы сказал, отношения. Это в большей степени уже отношения, наверное, по расчету. Поэтому здесь вы атласически все позиционируете так, что выстраиваете отношения именно по расчету. Вот получается. То есть, где человек выдвигает вам требования, вы и стараетесь соответствовать. То есть, мягко говоря, я бы сказал, ну людоедское для вас. Вот для вас ситуация, на мой взгляд, людоедское, конечно. Дальше. Значит, для чего вы стараетесь соответствовать? Он любитель выпить, почти каждый день обрадуется, обрадуется тяжелой работой. Я не разно по этому поводу наругалась, потому что только начинала, он начинался наругаться, и я перестал реагировать, чтобы его не обрекать. Но фактически согласились с тем, что он делает, да, фактически получает. Вот. И здесь у меня где-то примерно вот с этого момента у меня довольно такое, знаете, стойкое ощущение, что вы жалуетесь. Вот честно говоря, у меня стойкое ощущение, что вы жалуетесь. Вот. Я не говорю, что это плохо обязательно, что вы жалуетесь. Я не хочу сказать, что вы, ну, не должны жаловать, что я не хочу. То есть, этого сказать я, наверное, не хочу. Я хочу сказать все-таки больше то, что, когда вы жалуетесь, вы же, ну, как бы, означает, что вы жалуетесь. А если же, то, значит, вы проигнорировали саму себя. А если вы проигнорировали саму себя в определенный момент, ну, для чего тогда прислушиваться к вам, к другому человеку? Так, значит, утром ходил, ночью возвращался. Мы толком не общались, вместе вообще не кушали, не гуляли, никуда не выходили. Спал раз в месяц, спито, то и больше. И после зажения ребенка он вообще переехал в детскую комнату, и это продолжалось. Ну, и вы все на это соглашались. Но пресс в том, для чего. Деньги зарабатывал только на свою маму. Он, третий из сыновей, его приучили, что он должен на первую очередь заботиться о родителях, и я не против, была, потому что она всегда обеспечивала после знакомства с ним и его тоже. Опять же, ваш выбор, ваша позиция. То есть, как бы, вы не против? Ну, все, значит, как бы, мужчина с вами, ребенок. Ребенок своей мамы, значит, и ваш ребенок. Муж, значит, так, так, жили мы с ним, его родителями и семья его среднего брата. Я сразу совсем не ладит, но его мама любила тотальный контроль всех, а особенно в финансовом плане. все должны были рассчитываться, давать деньги. И вы, опять же, на это соглашаетесь. Муж давал, а я, получается, мне и мужу. И это снова ваш выбор. То есть, это не то, что вы делаете в отношениях и для них. Это то, что вы выбираете делать. Секровь не ладила с двумя старшими Снаханом. Поэтому старший Снахан вместе с мужем разорвали отношения с ней. А средний он каждый день, они каждый день ссорили. Правильно. Потому что это конкурент. Начинала моя свякровь всегда лезла к ним. У нее привычка заходить в спальню, начать рыться, смотреть все, еще и приказать за они там, взящее белье. В общем, личного пространства ни у кого не было. Так, опять же, вы сами соглашаетесь это личное пространство отдать. Я старался вообще не ругаться с ней. А просто выслушивал ее и поскорее, сделав все по дому после работы, я старался соединиться в своей комнате и делать мечту с плю. То есть, по сути, вы заняли пассивную позицию. Я действительно уставал на работе, потому что беременность, сработал этот декрет, а врачевая работа была нелегкая. И опять же, это ваш выбор. Видите, вы игнорируете здесь свой выбор, что все это следствие вашего выбора, который вас тяготит. Но если выбор вас тяготит, для чего его делать? Со своей стороны, по отношению к ней, как с наша, я делала все, что попала десней, так как дочку не идет. Водила я по салону, по магазинам, искренне хотела подружиться, перейти, пекла обратно, как в романах, чтобы было даже смешно. Ну, честно говоря, поладить, это не значит угождать. Как я уже сказал, вы своим поведением себя лишь только обесцениваете, потому что это откровенно заискивающее, откровенно угорливое поведение, не повышает вашу самооценку ни на грамм у соответствующих людей. Напротив, тем больше вы так делаете, тем больше люди определенного типа считают вас должными себе. Это не хорошо и не плохо, это просто факт. И у таких людей, которые считают, что им должны, обязательно есть люди, которые считают, что они должны, если вы не такой человек. А когда вы услышали, как мама про вас говорит и обиделись на нее, вы показали, что вы не такая, вы показали, что на самом деле вы другая, но почему возникла обида? Потому что долгое время вы игнорировали тот факт, что вы другая. Вы игнорировали свои чувства, вы игнорировали свое нежелание делать то или иное, что вы многое делали через силу надеясь, точно так же, как вы надеялись, что все изменится, когда муж отойдет, что вы за сокровью поладите. Когда этого не случилось, когда вы увидели, что ваши действия не имеют никакого эффекта, а может быть даже наоборот, вы обидели. Все. И вот это системный момент. Делать что-то через силу, но надеясь, крайне рискованная позиция, которая приводит к обидам. И то, что сейчас мы имеем, а мы имеем то, что вы обращаетесь к нам за помощью, мы имеем то, что вы поговорили со своей мамой, поговорили со специалистом, мы имеем человека, который нуждается во внимании. Мы имеем человека сейчас, который компенсирует недостаток внимания у себя в семье вниманием других людей. Потому что, нет, вы нуждаетесь в этом внимании. Но вы считаете, что можете получить внимание только если вы находитесь в несчастном положении. Вы не считаете в глубине души себя достойным внимания на постоянной основе. Нет, конечно, если вас бросить, вы скажете, я достойный и все такое. Но фактически, фактически, ваше поведение говорит совершенно об обратном. И надеюсь только, что вы увидите этот факт. Это неприятный факт, хочется с ним поспорить, я вас понимаю. Но, тем не менее, это реальность. Это то, что называется жизненным сценарием. Услышен ее разговор по телефону, что вот я работаю на малооплачиваемой работе, что рассчитываю, что после декретного отпуска я на эту работу лучше помогу сделать им бизнес. Я не впервые такое слышал от нее. Я смутен, но почему-то обиделась. Я рада помочь им вот этой. Но, тем временем, никто обо мне не думал, что я одеваю на какие деньги. Ежи мои расходы, нужно ли что-то, они только просили. А почему нет, если вы позволяли все это делать? Вот видите, вот здесь так называемые карательные тенденции идут у жертвы. Жертва все делает, жертва угождает, жертва распоряется в других людях, жертва жертвует собой. Но люди думают, что для жертвы это естественно. А для жертвы это тяжело. Вы не приучили людей к вам прислушиваться. Вы не приучили людей, что у вас есть свои потребности. И тем не менее, выдвигаете претензии. И вашей крови отчасти мучил. Требуйте от них какого-то другого поведения. Обижаетесь на всю кровь. Но ведь всю кровь, она ничего нового не сделала. Она не изменила себе, она не изменила свою модель поведения. Она просто ее продвигала дальше. Важно то, что вы живете в своем мире, где люди в ответ на вашу угодническую позицию меняют к вам отношения в лучшую сторону. Вы как бы зарабатываете хорошие отношения с тех странами. Это, кстати, проблемы из детства, скорее всего. Там пытаются завоевать одобрения родители. А в реальном мире люди воспринимают ваше поведение как абсолютно нормальное и естественное. И не считают, что если вы делаете что-то для них, то они должны делать для вас. Отнюдь. Вот это иллюзорная позиция. Здесь, как вы описываете, когда говорите, что никто не спрашивал меня. Так, а с чего бы спрашивать, если вы сами не приучили людей к этому? С чего бы спрашивать? С чего? Сами? Сами вот. Для этого нужно, чтобы в голову пришла подобная мысль. Чтобы в голову пришла подобная мысль, нужно не быть эгоцентрической личностью. А вы связали свою жизнь именно с такими людьми, с эгоцентриками, за которых они сами на первом месте. Таким людям не может прийти подобная мысль. И они в этом не виноваты. Они такие. Это уже взрослые, сформировавшиеся люди. Они такие. Они не виноваты в этом. Но вы требуете от них то, на что они в принципе не способны. И обижаетесь на свекровь за то, на что она в принципе не способна. Хотя по сути, вы своей обидой просто перекладываете недовольство, ответственность за свой выбор. Быть с ней и с ее сыном, вашим мужем. На нее. Вместо того, чтобы споразить туда. Так, а, это же все я, это же все мой выбор. Понимаете? Какая история. Дальше. Так, значит. Муж во всем тогда был на ее стороне. Короче, она такая, какая есть. Это правда. А я интриган. Конечно, все это ему рассказываю. Ну, опять же. Опять же. Находясь в своем мире и, как бы, реализовывая свою ценность, ваш муж прав. Для него, растворившегося в своей маме, полностью принявшему ее поездницу, вы интриганка. Потому что вы можете, вы пытаетесь разрушить его симбиоз с мамой. Это правда. Понимаете, нужно не просто знать, что говорить и как, но нужно еще знать, кому. У меня ощущение, что вы, вот, на то, что и как, более-менее внимание обращаете, но на то, к кому вы говорите, на то, с кем вы говорите и на каком языке, ведь говорить нужно на понятном языке человеку, внимание совсем не обращают. Это очень большая проблема. И, знаете, я даже знаю, почему вы не обращаете внимание на это. Потому что вы собой пренебрегаете, а когда начинаете говорить о чем-то важном, вы, вот, следуя эффекту пружины, вы концентрируетесь только на себе, не обращая особо внимания о том, слышит ли вас, кто рядом с вами и так далее. А из-за этого чувствует себя более несчастной еще и, соответственно, позволяет себе то, что не позволили бы себе никогда в любой другой ситуации. Дальше. Я не рассказывал бы, если бы он не начал меня упрекаться, что я не сижу с ним, как раньше, давно очень не делаю для нее то, что раньше, после услышанного, я очень на нее обидел. Ну, про обидел я сказал, про упреки, здесь у меня, ну, есть чувство, что вы ощутили себя виноватым. То есть, появилось у вас чувство вины. Ну, и с чувством вины нужно работать, это родом из детства. Фактически, это не выраженная агрессия. Вы не умеете, как бы, конструктивно себя защищать. Больше всего я обиделась на ее, так, сейчас, значит, синишли с ним. Больше всего я обиделась на ее рассказы о его бывшей жене и дочке. Она все время меня не говорила, фото показывала, сравнивала с нас. Ну, опять же, вы как будто смакулите свои обиды. Но я хочу, чтобы знали, обида, помимо того, что это перекладывание ответственности на другого человека за то, что касается вас. Обида, это еще и неоправданные ожидания. Понимаете? То есть, вы обижаетесь только потому, что вовремя не прислушалась к себе и сделали что-то через силу. Кхм, дальше. Ну и кроме того, она все время вам говорила. Ей ничего не говорила, чтобы не обидеть. И вот здесь палка на двух концах. Если вы можете обидеться, то естественно, что и вы можете кого-то обидеть. То есть, если вы ответственны за то, что позволяете человеку наручить личные границы свои, то вы ответственны за то, что нарушаете личные границы другого человека. Видите, какое искажение происходит между границами вашими и других людей? Отсюда общение не складывается. Дальше. Муж уже сказал, когда начал меня ругать, что я маму не люблю. Ну, то есть, по сути, взорвались и разрешили себе что-то вырыть. А до этого нет. А муж, что вас знал другой, муж, что вас воспринимал совсем иной, ему в голову не пришло, что вам все это не нравится. Вот, я взорвалась. Но, опять же, вы разрешили себе взорваться. Я потом поняла уже поговорив, обсудив со специалистом, с мамой, с сыном, с сыном. Вы всегда узнали, просто не хотели признавать. Вам было удобно. Более того, мне кажется, что с таким подходом с другим мужчиной ваши отношения бы не сложились. Вы бы ссорились, спорили бы постоянно. Поэтому, извините, но нет. Он даже женился на мне, как он сказал, потому что мама так сказала. Всегда была мама. Готовься к маме. Быть как мама. А от родителей, наверное, сделай мама. Расскажи маме. О том, и так мы всегда отпрашивались на прогулку. Я до этого даже его родителей не отпрашивал. Но, опять же, это все ваш выдох. Я с силы возраста, нам по 30 лет, я уже не вытерпела ушла к родителям. Нормально. А. Ривом. Всегда. Чувство вины. Я еще могла бы смениться с ранними спальнями, пускай другими отношениями, финансы мои родители не помогали, так и жили бы ради ребенка. То есть вы считаете, что ваш ребенок достоин такой вот от семьи, где холодность, эмоциональная отстраненность, отсутствие эмпатии, тепла, неуважение к личным границам, скрытые эмоции. На это вы считаете, что ваш ребенок может рассчитывать. Этого вы считаете, что ваш ребенок достоин. На какую семью-то вы обрекаете своего ребенка. Поэтому я уже и за нее отвечал, просто я устал, никто не помогал с ребенком, его видел 20 минут перед сном, потом он уходил в свою комнату и сын меня попрекал с мамой, не общаясь, не ухожу в комнату, не люблю саму. Это мама, ну наверно маму вы хотели написать, что я люблю маму. Итак, вот мама, опять же, это ваш выбор. Как я и сказал, связано это было с тем, что вы ребенка даете на первое место. Я бы хотел знать, какова ваша конечная цель, когда вы выходили за ночь, когда вы терпели его маму и вообще делали всю эту атмосферу, какова ваша цель, когда вы рожали ребенка в таких вот таких условиях. Цель ваша какая? И вот даже сейчас на грани развода, вместо того, чтобы брату сказал, что был не брат, то его должное не было в нашей дочке жизни, меня упрекают, что бросил его. Во-первых, никто никому не должен, человек проводит столько времени, сколько хочет, это первое. Второе, вы требуете от мужа быть тем, кем он не является, вы говорите, вместо того, чтобы признать, что был не брат. А это родительская позиция ваша по отношению к мужу. Вы себе не отдаете отчет, но вы ведете себя здесь, как родитель. Только родитель требует от своего ребенка быть тем, кем тот не является. взрослый принимает человека по факту и фактически, фактически реагирует. Так, значит, меня упрекают, что бросила правильно ваш муж эгоцентрик и на первом месте у него он сам. Отчасти поэтому вы его выбрали. Это то, с кем вы хотите себя видеть. Но кем вы быть не умеете. Выбрали вы его не случайно. Вы хотите больше жить для себя, но запрещаете себя. Запрет ведет к тому, что вам нужно разочароваться в такой позиции. что вот, мой муж эгоист, а мама его эгоист. Эгоистом быть плохо. Лучше я буду несчастной, но жертвой. Такой путь вы для себя выбираете. Дальше. Значит, если я хочу сохранить брак, должна смириться с его и мамой характером. отчасти это правда. Отчасти это правда. Потому что характер его и мамы действительно такой. Такой. Они не изменятся. Но сохранить брак. Вот я не знаю, можно ли воспитать гармоничного человека в том, что называется просто браком. Не отношением, не взаимодействием, не связью, а просто брак. И вы подумайте на эту тему. Дальше. Потому что они такие, как и есть. И чтобы старалась не обращать внимания, попросила прощения в силу ее возраста и вернулась. А он не изменится, потому что его все устраивает. И правильно. Это так и есть. Вот это вот. Это чистая правда. Жадная, избалованная. Хочу многого. Вы выглядите избалованной здесь, потому что стрева вы вели себя одним образом, а потом ведете себя другим. Для людей это странно. Это вызывает тревогу. Ведите себя так изначально. Все было бы иначе. Но и отношение бы у вас не сложилось. Тогда, тогда, тогда. Так, в течение, ну а то в течение месяца все обдумала, рассказала своей маме, посоветовалась. Опять же, недоверие себе, привлечение мамы. Это все вот вопросы о том, что взрослой составляющей у вас нет. Либо родитель, либо ребенок. Либо белое, либо черное. Либо черное. Полимеров, вот с полимерами проблема. Так, я поняла, что не смогу жить в таких условиях. Ну, что значит не смогу. Хочу, не хочу. А смогу, не смогу. Такого слова нет. Предложила ему отделиться. Сказала, что выйду на работу, оставив ребенку своей маме. И мои родители готовы помочь квартире и купить. Он не согласился. Сказал, что гордость не позволит. А значит, гордость позволяла пить, жить, отдыхать, замы и ждет. А теперь оказывается нет. Ну, гордость используется исключительно как бы в целях выгоды. И все. То есть, я не знаю, вы правда вот это все про гордость или как? Так. Дальше. Он мне говорит. Скажи спасибо, что я, как и другие мужчины, не доходил тебя. Вот прихожу, умоляю, чтоб ты вернулся. На этом я все закончил. Ну, в смысле закончил? Что вы, что вы имеете в виду? Могу ли я поступить иначе, чем я слишком близко к сердцу воспринимаю? А что именно? Что именно вы слишком близко к сердцу воспринимаете? Что конкретно? О чем речь? Непонятно. Как непонятное число вы хотите от психологов. Оценку. Из этой оценки вы сделаете ровно тот вывод, который вам сделать хочется. Действительная оценка нужна. А работа с вашими проблемами. С теми, с которыми вы согласны. Только тогда вы можете и свой брак сохранить, и выстроить гармоничные отношения. И больше не попадать в такие ситуации. Повторюсь. Развод ничего не даст. Не решит развод ваши проблемы. Ну и там все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю всего самого доброго и удачи. Удачи! Удачи! Удачи!